Как и подобает будущим деятелям культуры, студенты профильного колледжа, самые громкие, активные и веселые на холодных играх. В первом задании перетягивания соперника так сильно поддерживали своего однокурсника, что он одержал уверенную победу. Хотя у него самого был небольшой секрет успеха. В нашей профессии надо быть всегда в форме, так сказать. А вообще у меня была какая-то тактика, я и придерживался. Холодные игры – это комплекс зимних состязаний, которые проводят специалисты Самарского дома молодежи. Праздник организован ко дню российского студенчества. Команды соревновались в гонках на тюбингах, стрельбе снежками по мишеням, зимнем волейболе и других веселых играх. Выбрана именно спортивная тематика мероприятия, чтобы после сессии выпустить пар, расслабиться и провести с пользой и весельем время на свежем воздухе. На наш взгляд, именно в этот день нужно выходить на улицу, радоваться студенчеству, тем более конец сессии. Все устали готовиться сидеть в кабинетах, хочется выйти на улицу, подышать, позаниматься спортом, тем более в таком формате игровом. Проводят холодные игры четвертый год подряд. И с каждым разом все больше среднепрофессиональных образовательных учреждений хотят принять участие в соревнованиях. В этом году за победу сражались 12 команд Самарских колледжей. Победители получили кубки и медали, а остальные зарядились хорошим настроением и получили вкусные, утешительные призы. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.